здравствуйте это канал максимадзе и я расскажу вам сегодня про самый крутой телефон среди бюджетного класса начала 2010 годов это nokia 1280 короче говоря значит представлен этот телефон был в 2009 году но на прилавках магазинов он появился в начале 2010 где-то и собственно говоря он стал наверное четвертым телефоном от nokia с которыми я собственно говоря познакомился но не уверен точно я помню первые три точно первым телефоном от компании nokia который я увидел это был nokia 1208 вторым телефоном стал nokia 1202 а третьим c102 который мне купили на день рождения в 2011 году когда он вышел как раз надо не на него тоже кстати снять будет обзор я на него как-то снимал обзор но я его с ним снял максимально ужасно на фиговую камеру надо переснять не помню какой по счету 1280 был nokia для меня но и что я точно могу сказать это был третий телефон от компании nokia на series 30 значит как вы уже поняли на продажу поступил 2010 году и он сменил на рынке предыдущую модель это 1202 обзор на которую я наверное в следующем выпуске сниму вы выходил 1202 в 2009 году и собственно говоря этот телефон впервые появился у моего отца и был первым телефоном от nokia с монохромным экраном он был всем хорош достаточно хорошо продавался но модель 1280 вышедшая годом позже получила очень большую популярность и стала реально очень большим хитом вообще nokia очень не любила делать всякие бюджетные модели от ноги на series 30 и модели были довольно удачные среди таковых у меня были nokia 100 nokia 101 1208 как раз таки вот этот 1280 собственной персоной 1202 ну и а еще nokia 105 вот nokia 105 всех этих телефонах как-нибудь я расскажу о некоторых уже я рассказывал но речь пойдет именно а 1280 выпускался телефон в четырех стандартных расцветках оригинальный черный был еще светло-серый розовенький и редкий синенький впервые я увидел у одного двоюродного дяди своего этот телефон у него он был в этом в розовеньком цвете да он был у него в розовеньком цвете потом я увидел его у двух одноклассников в школе до у двух то есть вы представляете насколько большую популярность имел этот телефон значит по характеристикам длина его 107 миллиметров ширина 45 миллиметров и толщина 15 миллиметров весит 82 грамма пластиковый классический моноблок пластик очень качественный помимо основных панелей цветов было еще много других я он красный какой-то видел но это фанатский всяких короче поддерживается одна сим-карта монохромный дисплей разрешением 68 на 96 пикселей ну и собственно говоря 500 500 контактов поддерживает память полифонические рингтоны полифония 32 тональные fm-радио да да появилась fm-радио 1202 fm-радио не было но был удаленный синтезатор мелодии присутствующий в 1202 давайте его включим а он без сим-карты ну ладно забыл я вставить сим-карту ну в общем когда в нем нету сим-карты нам мы можем посмотреть демонстрацию функции и поиграть в игры все это мы посмотрим во время обзора но давайте его откроем и вставим сим-карту в свое время кстати телефон был настолько популярен что в 2018 году вышел телефон от компании дигма под названием а 105 бюджетный наверное был самый такой бюджетный телефон но он большой популярностью не пользовался его покупали из-за сходства с этой моделью там реально прошивка была та же самая в ней но там был другой шрифт там были другие рингтона там было всего два неинтересных рингтона и отсутствовали игры собственно говоря для ребенка телефон этот не очень хорошо подходил разве что в качестве наказания он не по отзывам видел что читал там даже почему-то разъем под зарядку не удосужились сделать кстати о разъемах забыл сказать в 1202 разъема были такие вот обычный разъем под ноги скую зарядку разъем под сервисный кабель и два с половиной миллиметра под наушники здесь в 2010 году начиная с 2009 2009 же телефон был представлен решили отказаться от разъема под сервисный кабель и сделали уже наконец-то разъем под наушники три с половиной миллиметра и собственно говоря комплект у него был такой телефон аккумулятор инструкция но и вроде бы все в наушниках не было собственно говоря поюзать этот телефон мне удалось уже короче какая история была на новый 2013 год это было мы с моим папой заходили в евросеть магазин мне подарили купили телефон которым я мечтал это был nokia 100 и в тот же самый день мы купили nokia 100 и nokia 1280 nokia 1280 мы подарили моему деду родному который живет вот в той самой деревне собственно которые часто на канале вы выкладываю там уже я его смог полноценно юзать мне он нравился ну и все такое не очень долго он им правда пользовался потом мы сменили на nokia 101 его в сером цвете а потом этот мы этот куда делся загадка может быть дома валяется где-то до сих пор этот мне пришлось купить на авито свое не нашел аккумулятор здесь не оригинальный он здесь вот такой вот 800 миллиампер но впрочем-то емкость такая же как и у стандартного аккумулятора bl5cb кстати вот даже это написано как по умолчанию должен быть разъем под сим-карту он такой он здесь точно такой же как у таких моделей как nokia 1616 либо 1800 давайте вставим сим-карту 1280 название прошивки и мэй создан в индии написано моего деда он был как раз в черном этом цвете и поэтому я купил как раз таки его и в черном ну и давайте включим фонарик сверху вот еще находится как видите собственно говоря как вы уже наверное поняли 1280 стал вторым телефоном от nokia с монохромным экраном первый был 1202 блин я что-то больше в носальги углубляюсь чем в обзор извиняюсь за это короче что мы видим заряд аккумулятора состояние сети куда подожди меню актив но и часы собственно говоря актив это выбор функции быстро и меню который мы можем сами настроить номера вниз открыла откроются контакты вверх двумя нажатиями включается фонарик фонарик не очень мощный но подсветить им вполне что то можно фонарик собственно говоря стал одной из главных таких фишек что-то тут она не захлопнулась до конца одной из главных фишек телефонов nokia на series 30 он на многих аппаратах присутствовала не на всех более ранних аппаратах таких как там 11 10 11 12 16 00 фонарика не было теперь давайте пройдемся по меню сообщение контакты звонки настройки часы радио без наушников она не работает памятки игры дополнительные функции но и меню сим-карты иконки здесь уже стали более новые которые появлялись на моделях тех годов вот как выглядели иконки в 1202 они были вот такие более старые ну и вам радио здесь отсутствует как видите для меня больше наиболее знакомы вот эти потому что я видел их больше раз нам многих других моделях в сообщении но можно написать сообщение тут шаблоны всякие имеются словарь а словарь и т9 по моему ненавижу т9 приняты вот рс чс постоянно каждый день что-то присылает переданные черновики чат есть какой-то графические картинки вот такие можно отправлять они тут встроены их тут а блин их капец много тут целых 30 рассылки запрещенные сообщения фильтровать можно счетчики настройки редактор команд какой-то контакты можно найти существующие добавить удалить скопировать с сим-карты телефона или наоборот настройки контактов быстрый набор фильтрация звонки не приняты и приняты и набраны и очистить списки вызовов но и длительность вызов входящие вызовы да я счетчики не обновлял четыре часа входящих было наговорено исходящих 3 часа почти 4 длительность всех восемь часов наговорили на него счетчики не а это все ну и настройки там уже идут рингтоны кстати 1280 стал последним телефоном от компании nokia с монохромным экраном ну правда если не не считать одну модель nokia 103 вышедший в 2012 но она выпускалась ограниченным тиражом и в каких-то двух странах по моему только в россии не было и выглядела она очень похожа была на 1280 дам даже да по сути там по характеристикам то все то же самое было но там они были небольшие различия там в играх какие-то различие были в тонах но я не этого телефон нету в принципе мне он и не нужен ну а так из тех которые продавались во всех странах последним стал 1280 настройки настройки сигналов давайте послушаем эту самую 32 тональную полифонию но это не полифонию но это не полифония это и и и и си формат по моему здесь уже мелодия nokia тюн формате и си более ранних моделях в той же 1202 давайте включу даже там была полифоническая мелодия такая ну в обзоре на 1202 отдельно все потом рассмотрим а вот полифонические мелодии идут довольно популярный рингтон многое у кого его слышал к сожалению на 1202 его не было тоже популярный достаточно никто но это что-то из более спокойного очень много мелодий полифония здесь очень классная звучит мне очень нравится как она звучит так а дальше уже пойдут мелодии рейси вот этот рингтон я кстати слышал был он на nokia за 102 которым я пользовался но здесь рингтон и сись сокращенные все и это тоже был на c102 и это тоже был там вот этот я на будильнике тут ставил мы здесь уже идут дальше мелодии специально для будильников для сообщений напоминаний ну и еще пять пустых слотов для своих собственных мелодий как я уже говорил здесь синтезатор мелодий который был на предыдущих моделях здесь отсутствует как раз такие мелодии созданные на синтезаторе мелодий например вот здесь можно было помещать вот в эти самые пять слотов их можно было передавать по сообщениям например на это же можно как раз передать видимо для этого не предназначены скорее всего можно при помощи ммс передавать медийные мелодии сюда и помещать их в эти слоты но у меня ни разу не это не получалось потому что писала все время у меня не настроены параметры ммс там видимо что-то подключать надо чтобы это работало какие-то услуги я с этим заморачиваться не хочу моего деда когда он им пользовался стоял этот рингтон этот же рингтон стоял на его предыдущем телефоне это был nokia 1208 обзор на который я в 2019 году уже снимал громкость сигнала вибро вызов имеется сигналы сообщений вот есть ну или что-то из мелодии можно выбрать сигналы клавиш от 0 до 3 выбрать нужно предупреждающие сигналы ритмический световой сигнал это вот такая вот подсветка во время мелодии в ритм я ее не включаю меня она раздражает меня навсегда раздражала не знаю как вам дисплеях можно выбрать стрелочные часы цифровые часы для меня удобнее всего цифровые информация сети время подсветки обычно это 15 секунд увеличены до 30 секунд можно можно просто выключить монах можно днем в светлое время суток можно и без подсветки вполне обходится монохромный экран идеально читается на солнце все режимы появился в этой модели режим энергосбережения которого в предыдущих моделях вот этих вот не было режим и все эти можно перенастраивать под себя настройки часов в этой модели уже появились говорящие часы которых которых не было вот как раз 1202 например хотя были в более ранних моделях таких как 1110 1112 1600 по моему тоже были настройки вызовов переадресации там всякое есть язык блокировка стоимость аксессуары можно вон наушники сюда втыкать защита это настройки акт от меню актив на главном экране ну и вот защитный код вводим по умолчанию то 1 2 3 4 5 на его можно поменять если мы ведем защитный код то настройки станут такими как будто мы только из коробки телефон достали часы это будильник ну и говорящие часы они называют в тебе голосом время на ли на любых языках кстати радио она не работает без наушников мне к сожалению нету под рукой наушников поэтому продемонстрировать не могу так памятки добавить новую календарь имеется сигнал на напоминание поставить можно дополнительные функции игры давайте посмотрим в конце есть калькулятор конвертер очень кстати полезная вещь я когда пользовался телефоном nokia 100 очень часто ею пользовался там часы высчитывал сколько секунд в часах и так далее интересная очень вещь таймер календарь секундомер фонарик ну и демонстрация различных функций нажимаешь и тут короче телефон показывает тебе как посылка как делать вызов но теперь давайте посмотрим самые интересные разделы для ребенка игры здесь довольно таки неплохой набор игр пич релли паунс и снейк сензия как же может быть nokia без змейки кстати говоря на первых версиях прошивки вместо баунс была игра судоку и какое счастье что сделали ее заменили на баунс баунс это очень популярная игра нам не очень нравится но давайте сначала бич ралли бич ралли это такая вот гонка кстати говоря в наших российских экземплярах вот этот набор игр самый был во всяких европейских других странах он может отличаться я на ю тубе как-то раз увидел видео там говорили часто бывает что вместо баунс рэпид ролл часто может быть но я видел я видел в одном видео чувак показывал свой nokia 1280 и у него там среди игр было было судоку и вы не поверите что там было там был была игра forbidden treasures скрытые клады в монохромном экране я да да она существует обалдеть ну короче надо чтобы время не закончилось объезжать вот эти вот круги но цветная версия на мой взгляд прикольнее играть чем такую давайте выйдем баунс обожаю обожаю эту игрушку я изрядно рубился в нее тут короче мы про играем за вот этот мячик здесь всего 11 уровней в каждом надо вот через вот эти такие вот воротики пройти чтобы открыть дверь на выход следующему уровню подбираем жизни собственно говоря есть легенда которая до сих пор существует здесь есть 22 чит кода 7 8 7 8 9 8 если мы вводим мы становимся бессмертными и ни обо что не умираем при вводе когда 7 8 7 8 9 9 можно во-первых на решетку подниматься вверх ненадолго прилипать менять гравитацию в обратную сторону и однерка и тройки переключать уровне все уровне 11 об этих кодах я изначально не знал я видел одноклассник играл в эту игру и показывал что смотри он смотри можно уровне переключаться можно быть бессмертными я конечно же очень интересовался мы очень много пытался узнавать но мне никто из одноклассников к сожалению эти годы не говорил о них и узнал только в интернете потом в интернете только цветная версия бонс конечно прикольнее но я рубился и в эту я очень мечтал поиграть цветную версию впервые кстати игра это появилась 2001 году не помню на каком нокия правда но вот на таком вот экране маленьком цвет но цветном она выходила тоже это было модель нокия 2310 и у меня к сожалению нету ну если эксензия как же ноги может быть без змейки все мы с вами знаем что такое змейка змейка кушает фруктики и растет от этого можно играть в таком обычном режиме скорее всего финиш здесь будет после того как мы просто змейки заполним весь экран игры но у меня ни разу этого не получалось я предпочитала режим компании где несколько уровней 1 это ящик вот с такими стенками потом там тоннель идет мельница так называемая рельсы и комнаты самый сложный уровень но на в цветную версию играть конечно интереснее чем на хромную мне кажется бонус и змейки стоит отдельное видео посвятить и вот реально хотелось бы пройти обе игры как-то на видео отдельно набор игр реально впечатлил я очень изрядно рубился в бонус на дедовом 1280 цветную версию к сожалению возможности прорубиться не было ну что ж вот такой вот на сегодня у нас был телефон говорящий чесы кстати можно удерживая звездочку активировать кстати помимо дигмы а 105 выходил еще какой-то там тексит телефон от компании тексит который вообще ничем не отличался от той дигмы вот вообще абсолютно таким же был ну оба телефона популярности большой не получили по ум и сейчас они уже кстати не продаются но 1280 был и будет одним из лучших хитов компании nokia которая уже к сожалению продалась китайцам китайцам по моему из ошибаюсь на сегодня все с вас легко подписаться сми эпичный видос в следующем видео я вам покажу модель nokia 1202 подписывайтесь на стримовский канал спадеру вконтакте и всем пока мне тут звонят звонят уже блин